Чемпионат мира показывает Россию, какой ее редко видит западная публика. Крис Браун, СБЦ, Канада. 1 июля 2018 года. Ради чемпионата мира по футболу Москва преобразилась. По пешеходной Никольской улице рядом с Кремлем каждый день с песнями ходят толпы болельщиков. Близлежащие церкви и монастыри словно оделись в цвет у южноамериканских стран, а заморские гости купаются в фонтане у легендарного Большого театра. Другие разглядывают достопримечательности Красной площади с банкой Бадвайзера в руке. Как будто не в России, восторгается болельщица Наташа Новикова, как изменился ее город. Как много людей из разных стран приехали поболеть за футбол, восхищается она. В преддверии турнира российское телевидение накачивало публику репортажами о том, как западный мир, в особенности Великобритания, очерняет Россию. Ряд крупных британских газет напечатали статьи с призывом не ездить в Россию. По их словам, в стране якобы процветает расизм, и безопасность болельщиков никто гарантировать не сможет. Для многих россиян горячий прием, оказанный гостям чемпионата, доказательство непроводы западных СМИ. «Мы добрые и гостеприимные, пусть иностранцы знают это», — говорит певица Анна Прокопьева, у автора на протяжении всего текста. Пролопьева, примечание Перев, участник фолк-группы «Бурановские бабушки». Они устраивают импровизированные флешмоб-представления по всей Москве. Невозмутимые полицейские к толпам народа в центре Москвы во время выходных и национальных праздников россияне привыкли, однако изюминка чемпионата, смешение культур, оживленных встречах, спонтанных вечеринках и практически полном невмешательстве полиции. Российская полиция ведет себя на редкость спокойно. Пока что блюстители порядка лишь наблюдают за весельем со стороны и даже позволяют людям залезать на фасады зданий и фонарные столбы и вешать флаги своих стран. Да не веселятся круглыми сутками, сообщил один разговорчивый московский констебль. Другие задумались, не приведет ли турнир к смягчению вражды между Россией и ее традиционными противниками, как внутренними, так и внешними. Конечно, это здорово, ведь мировые СМИ пишут про нас много всяких гадостей, говорит певица Прокопьева. Однако сцены радости и счастья подрывают и идеологические стереотипы, транслируемые по российским государственным телеканалам. Утверждается, что Россию окружают враги и что иностранцам доверять нельзя. Алексей Курилов недавно окончил университет и работает инженером-механиком. Он надеется, что чемпионат мира заставит россиян более критически оценивать то, что говорит со стилей экранов. Молодое поколение россиян не слушает государственную пропаганду. Она нелепая, объясняет Курилов. Открытый, демократичный и живой город и хотя превосходная организация турнира. Однозначный успех президента Владимира Путина, некоторые наблюдатели задумались, что если массовое веселье, международное общение и яркие положительные эмоции в долгосрочной перспективе сыграют против российского лидера. Впервые за долгое время Москва превратилась в открытый, демократичный и живой город, говорит российский режиссер Юлий Меломед, автор колонки в независимой новой газете. Это чувство радости и единения забудется не скоро. По ее словам, многим людям, попавшим под воздействие российской пропаганды, это чувство единства с окружающим миром, возможно, откроет глаза. С другой стороны, политолог и обозреватель Екатерина Шульман считает, что влияние чемпионата мира на российскую политику окажется незначительным и кратковременным. Не думаю, что турнир на что-нибудь повлияет, говорит Шульман. По ее словам, большинство россиян понимают, что турнир – временное явление, и потому не рассчитывают, что он как-то повлияет на их жизни. Это как праздновать Новый год. Ты выпиваешь и знакомишься с соседями, а потом все кончается, и ты снова идешь на работу. По ее словам, когда вечеринка заканчивается, нередко остается неприятный осадок. Глубокие политические противоречия по мнению Шульман, политические различия между Западом и Россией в таких вопросах как Украина и Сирия глубоки, и поэтому быстрые решения невозможны. Кроме того, тем из россиян, кто хотел бы большего сближения с Европой и Северной Америкой, навряд ли стоит ждать перемен после того, как туристы разъедутся по домам. Всем понятно, что это приходящий праздник, который рано или поздно закончится, и все вернется на круги своя, говорит Шульман. На улицах Москвы подобную мысль озвучивают полицейские, по крайней мере, в том, что касается ночного пьянства. После чемпионата российские законы вернутся, снова будут действовать российские правила, заверил нас один дружелюбный полицейский. Другими словами, веселитесь, пока дают.